Когда я был в Тибете, то до восьми лет я был в монастыре. У меня был учитель. Учитель учил мне как читать, как запоминать, как делать молитвы и практики в монастыре. И обычно в монастыре все люди до девятнадцатилетнего возраста учатся таким образом. И в конце не учатся как делать мандалы, как использовать инструменты во время практики, как все это делать и так далее. Я начал это изучать, когда мне исполнилось девять лет. И у меня всегда рядом учитель, я не мог ничего какого делать, только учиться. Вот почему я быстро всему научил. Другая причина, что я был очень умным и хорошо все это изучал и запоминал. Но когда мне было девять лет, у меня была моя бабушка. Это была мать моего отца. Мой отец был чем-то вроде главного местности. И я получил сообщение, где говорила, что моя бабушка очень тяжело больна. Она была очень хорошим практиком. И она сказала, что перед своей смертью она хочет повидаться со мной. И я сразу же отправился на встречу с моей бабушкой. Нам нужно было один день путешествовать на дорогу. Там был высокий перевал. Когда мы дошли до перевала, то началось, затемнело. И еще немножко поднялись и пошел снег. И нам не легко было идти. Мы где-то остановились. И шел пустой снег. И через час примерно мы услышали, как много диких зверей начинает звучит. В особенности, вокруг было много волков. Мы боялись, потому что там никого не было на вершине. И хотя мы не видели дороги, но лошадь могла идти дальше, и мы шелись дальше. И в конце концов, мы смогли увидеть, что есть дом, и там лают собаки. И мы сказали, что мы можем остановиться здесь. Потому что когда лают собаки, волки туда не приходят. И до рассвета мы там спали. И утром мы в этом доме позавтракали. И после завтрака мы отправились на дорогу, но когда мы добрались, то казалось, что моя бабушка уже умерла. И затем 49 дней мы делали очищение для моей бабушки. Каждую неделю мы приглашали много важных лам. Однажды мы пригласили из колледжа для изучения буддийской философии. Мы пригласили оттуда кемпо, очень важного из моего учителя. И я провел с ним более трех дней мы делали вместе с пуджи. И этот учитель говорил, что я очень умный и так далее. И мне очень заветелось отправиться в колледж. И я сказал своему отцу, попроси пожалуйста кемпо, чтобы он взял меня в колледж. И когда мой отец спросил кемпо, Кемпо сказал, что они берут начиная с 13 летнего возраста. А мне было всего 9 лет. А мне было всего 9. Но затем он сказал, что он очень умный и так же переворачивался. И я был очень счастлив и так же отправился в другое место, где мой дядь отдавал учение. И когда мне исполнилось 10 лет, я поступил в колледж. И 5 лет я был в колледже и все время учился. У нас не было субботы и воскресенья. Каждый день одно и то же. И мы учились очень усердно. И в то время у меня были также проблемы со здоровьем. И в любом случае после 5 лет я закончил колледж. И я на несколько месяцев отправился в 2 других колледжа, чтобы сравнить свое образование. И после этого я отправился в учение у некоторых важных учителей, таких как Джанли Кенса, Чуйки Лодой и так далее. И потом я делал личный ретрит по практикам много месяцев. И когда это закончилось, я отправился на конференцию в Китае. Это не было моим выбором. Потому что китайские власти пригласили многих важных лам, народных представителей. И они пригласили многое переобращение, важных задачи, как Юрий Пашир. Но они отказались мне. И через какое-то время некоторые важные ламы из моей местности попросили меня, чтобы я отправился на конференцию. Я отправился на конференцию, но я ни слова не понимал из того, о чем они говорили. Потому что я изучал только буддийскую философию, но не политику. И когда они говорили один день о лесах, например, когда я мог понимать эту конференцию, И когда конференция закончилась, нашу группу людей отправили с путешествием по Китае. Но люди, которые идут в Китае, они выбрали двух человек, чтобы учили к тибетскому языку и литературе. Один из очень знаменитых Канкар-Инбачи – Бо Канкар-Инбачи – Бо Канкар-Инбачи был довольно старым. Он был очень ученым и очень важным учителем. Я был довольно молод, в то время мне было всего 16 лет и несколько месяцев. Но они настаивали, что я должен остаться и учить. И потом, когда мы вернулись из этой турпоездки в Китае. И только в Канкар-Инбачи монастыре было много студентов, и они уже там были. Они и много учеников из Манастыря Канкар-Инбачи уже там были. Они ждали меня, чтобы я отправился туда и учил. Когда я приехал туда, то у Канкар-Инбачи уже было 50 примерно студентов, прибывших из Китае. Он давал им учения. А у меня было более 130 студентов. Но было всего двое или трое тибетцев, все остальные были китайцы. Они не знали тибетский язык. И мы начали с изучения тибетского бомбита. У меня было два еще ассистента. Они знали тибетский язык, но они уже не хорошо знали грамматику и так далее. И, конечно, я был главным ответственным за этот класс. И я так продолжал почти два года. И потом я также сам изучал китайский язык и так далее. И потом, когда я вернулся, я отправился в своего учителя Чанчу-Дорже. Получив учение Чанчу-Дорже, несколько месяцев я отправился в центр Тибет. Затем я поехал в Индию. Это было празднование 2500 лет в Индию. Это было празднование 2500 лет в Индию. И в то время также Далай-Лама и Банчи-Лама были посетили. Когда я вернулся домой в Восточный Тибет, моя страна восстала против Китайцев. И все выявляют, что сегодня-завтра придут китайские солдаты. И мы жили все равно как в состоянии Бардо после смерти. Очень много дней мы не могли ночью спать. И потом появилась возможность у моей семьи и другой еще семье отправиться в центр Тибет. Но мы не могли ехать на машине. Потому что всеми машинами проблемы не улетаются. Мы три месяца путешествовали на лошадях. И они не могли вернуть в Индию.